Приветствую вас и думаю, что основная проблема заключается в желании мужчины менять что-либо в своем поведении. То есть у него, как и у любого человека, есть свой набор как положительных моментов, так и моментов отрицательных. Так вот, все зависит от того на самом деле, как по-вашему представлены у него вот эти самые моменты. То есть если мужчина, по вашему мнению, выигрывает в плане своих достоинств, в плане своих положительных моментов, да, если мужчина выигрывает, то, ну, логично, что вы, наверное, будете с ним. Потому что, ну, недостатки, они есть у любого человека вообще. А вот плюсов у людей, ну, плюсов у людей всегда бывает не так много. И очень важно в этой ситуации понять, считаете ли вы плюсом то, что в нем есть. Если да, если плюсом вы действительно считаете какие-либо моменты, то возникает вопрос. А насколько для вас эти плюсы важны? Вот просто на листке бумаги, да, с одной стороны напишите себе сами его положительные стороны, на другом его отрицательные стороны. Просто перечислить и спросите себя, что для вас перевешивают. Если перевешивают отрицательные стороны, значит, вам с ним не по пути и нужно искать дальше. Если перевешивают положительные стороны, значит, это ваш мужчина и нужно продолжать с ним отношения, но при этом на недостатки больше внимания не обращать. Следующий важный момент, это то, что вам нужен муж. Если я понял вас буквально, то вы начали строить отношения ради того, чтобы образовать семью. Это не совсем верно, потому что так получается, что вы, мужчина, стараетесь подогнать под образ вашего мужа, под образ семьи. То есть тот образ, который у вас уже был до начала отношений. А это не совсем правильно, потому что мужчина, он вносит свои коррективы в этот самый образ. И весь вопрос заключается в том, насколько вы готовы эти коррективы принять. Ну и, наконец, еще один важный вопрос, который мне бы хотелось вам задать, это почему вы решили все равно встречаться с тем, кто вам не понравился. То есть, возможно, у вас есть определенная неуверенность в себе относительно того, что вы найдете достойного мужчину. И вот этот момент нужно проработать. Потому что, если неуверенность есть, то она не мешает вам искать, она не мешает вам смотреть на мужчин более достойных, вы как бы понимаете то, что есть. В вашем случае получается так, что мужчина уже вас тягостит, а дальше будет тягостить еще больше, и вряд ли это даст вам хоть какой-то положительный момент в будущем. Вот и все. На этом, я думаю, можно закончить. Если какие-то вопросы остались, опросите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Называю вам всего доброго и удачи.